Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Спас» Это наша традиционная, хотя я произношу эти слова с горечью, рубрика «Украинский вопрос». В наших программах мы пытаемся и ответить на ваши, в том числе, вопросы. И сами себе, может быть, задавая тему, которая сегодня звучит как эскалация военных действий на Юго-Востоке и Украине, когда мы ее формулировали, а потом задумались, о какой, собственно, эскалации идет речь, когда стреляют там уже больше месяца, снаряды рвутся в огромных количествах, и ежедневные сводки говорят о сотнях выпущенных мин. Позавчера было около 250, вчера было 360, в отдельные дни до 500. Гибли люди, разрушались дома, и это все происходит. И, к сожалению, так получается, что мировая пресса, да, собственно, и российская, увлеклась, мне кажется, излишними событиями в Ницце, в Стамбуле, а на Юго-Востоке все как было, так и остается. И вот эти небольшие сводки, и иногда то, что происходит в самом Киеве, в его там политической составляющей, особенно убийство Шеремета, опять, с одной стороны, не отвлекает, но переключает внимание на вот эти события. А мы же будем говорить о тенденциях с нашим сегодняшним гостем, политологом Ростиславом Ищенко. Здравствуйте, очень рады видеть вас в нашей студии сегодня. Добрый вечер. Несколько раз в наших беседах мы говорили, что вот эти эскалации, эти ужасы, убийства и обстрелы возникают и не случайно по какому-то поводу. Кто-то в Киев приехал, кто-то собирается приехать. Недавно проходил известный саммит в Варшаве, где нужно было что-то получить, дотации, деньги, поддержку, может быть, оружие, но ввели батальоны в Польшу и Прибалтику. А насколько, да, естественно, заезжал в Киев Керри, уж не знаем, в последний раз или нет, это время покажет до окончания его службы в администрации в ноябре и самой администрации. И, к сожалению, как это ни парадоксально, но все, что происходит на Украине, связывается с вот этим предвыборным циклом Соединенных Штатов, как мы этого хотим или нет. С другой стороны, люди страдают, гибнут, конца этому нет. И она давно уже существует, эта усталость. Но насколько правильно соотносить вот эти внешнеполитические акции типа саммита в Варшаве с нагнетанием того, что происходит на фронте, и, я знаю, для внешнего пользования, и в том числе для внутреннего, я имею в виду пропаганду на медийном поле, если хотите, Украины самой. Ну, думаю, что с тем, что происходит в Миле, все это соотносить совершенно неправильно. Потому что в Миле все время что-то происходит. И, соответственно, вы всегда можете с чем-то соотнести обострение ситуации на Юго-Востоке. Тем более, что, опять-таки, эти обострения происходят постоянно. Бывают обострения покороче, бывают обострения подлиннее. Было обострение, которое кончилось январской кампанией 2015 года. Остальные пока, кстати, не сорвались в полномасштабные боевые действия. Но всегда такая угроза есть. И, в общем-то, мы всегда помним, что Киев не бросил стоявшую перед ним задачу попытаться заставить республики инициировать активные боевые действия. А вот с внутренней политикой Украины, безусловно, это соотносить можно и нужно. Потому что, как только там обостряются межнацистские противоречия, сразу же в качестве одного из средств стабилизации внутренней ситуации используется обострение на Юго-Востоке. Потому что обострение на Юго-Востоке дает власти возможность в очередной раз кричать о войне, российской агрессии, о необходимости сплотиться, о том, что в таких условиях нельзя выступать против властей, потому что это расшатывает государство, обвинять своих оппонентов в измене, в службе за деньги, в работе за деньги ФСБ, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому и сейчас, собственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда обострение, вот, для политической ситуации на Украине было первенствующим, а вслед за ним начала обостряться ситуация на Юго-Востоке. Потому что если обстрелы интенсифицировались и ужесточились примерно там полтора-два месяца назад, и дальше шли по нарастающей, и сейчас продолжают идти по нарастающим, то внутреполитическая ситуация на Украине была дестабилизирована примерно полгода, если не больше тому назад, когда, наверное, уже даже больше, когда оппоненты Порошенко из того же самого нации олигархического лагеря, а там сейчас все оппоненты Порошенко, начали продвигать идею досрочных парламентских выборов и начали давить на Порошенко с требованиями распустить парламент, назначить досрочные парламентские выборы, как они говорили, на осень этого года, значит, на сентябрь-октябрь. В общем-то, намерения их прозрачные совершенно. Абсолютно понятно, что в случае досрочных выборов Порошенко проигрывает даже то вялое и шаткое большинство, которое у него в парламенте есть. Туда заходят в основном его оппоненты. Порошенко теряет контроль над парламентом. Они получают легальную публичную площадку, плюс политическую площадку. То есть, не имеют конституцию под премьерскую республику? Зачем имеют конституцию? Во-первых, Украина и так является, как они говорят, парламентской президентской республикой. То есть, в принципе, парламент, соответствующий даже с действующей конституцией, имеет первенствующее значение. Если президент имеет в парламенте большинство, то да, он бог царь-воинский начальник, может назначать правительство и так далее. А вот если большинство антипрезидентское, то мы способны связать его по рукам и ногам. Более того, победа на досрочных парламентских выборах, безусловно, привела бы и к досрочным президентским выборам, или просто к смещению Порошенко явочным порядком, потому что за его место уже идет, так сказать, активная грызня в силу целого ряда причин, которые мы, кстати, неоднократно здесь разбирали. Так вот, вот это обострение внутри политической ситуации и привело к тому, что Порошенко в очередной раз начал, так сказать, интенсифицировать боевые действия на Юго-Востоке. А дальше смотрим, как развивалась ситуация. Вот началась, был спущен спусковой крючок, да, информационной кампании по смещению Порошенко. Труп журналиста, ага, за ним была наружка, ага, вот сегодня уже появился ролик, где видно, как минируют машину, там и так далее, и так далее. Профессионально причем минируют. Да, ну дальше, в общем-то, развитие событий, понятно, если Порошенко где-то каким-то чудом не сможет перехватить инициативу, то есть буквально не сможет найти и предъявить свидетельственные доказательства, не сказать, преступников, которые связаны с его оппонентами, то дальше, точно так же, как было для крики Кучма, где Гангадзе, будут крики Порошенко, за что ты убил Шеремета, там и так далее, начнется кампания по дискредитации Порошенко и по дискредитации тех силовиков, на которых он еще в состоянии опереться. А дальше, в общем-то, прости, Петр Алексеевич, прощай, Петр Алексеевич, тем более, что Петра Алексеевича никто не любит и никто о нем не заплачет. Для сравнения, у Януковича накануне Майдана был рейтинг 15%. Во время Майдана, когда он стал, кстати, последней фанерной преградой между нацистами и антифашистами, его рейтинг вырос до 40%. Когда стало понятно, что Янукович сливается, его рейтинг упал до 30%, но сбежал он еще президентом с 30% рейтингом, а может быть и на пару процентов больше. У Порошенко сейчас рейтинг 2-5%, такой же, как был у Ющенко накануне президентских выборов 2010 года. А ненависть к нему зашкаливает, потому что уровень жизни за два порошенковских года упал так, как не падал никогда. Даже падение уровня жизни в ранние 90-е было не таким и воспринималось совершенно не так, как в данный момент. Поэтому у Петра Алексеевича ситуация сложная. И вот это обоследование, да, кстати, после того, как вот случился казус Шеремета, сразу же после этого выступил Турчинов и заявился возможным введением военного положения. А по Киеву стали ходить слухи, что его введут чуть ли не начиная с 1 августа. А что такое военное положение? Это вообще-то вещь обоюдоостро, ее может использовать Порошенко против своих оппонентов. Но с другой стороны, в общем-то, военное положение дает почти неограниченные возможности Турчинову и военным. И кто в этом деле выиграет, сложно сказать. Мне подсказывает редактор, хотел бы включить нашего телезрителя, который звонит нам из Ровно, если я правильно понимаю, Украина. Дослушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Марина. Я к вам когда-то уже звонила. Так, слушаем вас. Вы знаете, вот хотелось бы как-то побеседовать по поводу этого. Мне кажется, что нашему правительству невыгодно прекращать войну. Так как надо работать, надо поднимать экономику, надо что-то делать, надо как бы выводить людей в мирное русло, а наши этого правительства делать не умеют, так как они же как бы выросли, поднялись за счет войны, вышли в правительство, сверли одно, вышли по поводу, ну, как бы вам сказать, через Майдан они вышли в правительство у нас. Они, мне кажется, этого не умеют делать, а помочь они не хотят, чтобы им помогали. Прислушиваться они тоже никому не хотят. Они считают, что Россия вас... Пока вы не отключились, я хотел бы тоже вас спросить, потом мы ответим чуть позже на ваш вопрос. А скажите, в вашем окружении, как сегодня к господину Порошенко относятся? Я не имею в виду, там прямо какая-то неность. Вы знаете, я украинские новости вообще не смотрю после 2014 года. С февраля 2014 года я новости украинские вообще не смотрю. Я смотрю только Россию, так как у меня тарелка и это все. Я не знаю, я просто вижу по народу, что у нас как бы эту войну и не хотят. У нас там разносят какие-то листовки, никто этого, к ним даже не подходят. Ну, там какой-то, там правый сектор чуть-чуть. Ну, у нас ровно, если честно, спокойно. Может, там где-то на... Как-то ближе к центру, может, там в этот правый сектор там воюет. Спасибо. Ну, у нас ровно, если честно, то тихо. Спасибо, спасибо. Спасибо, Марина. Да. Ну, видите, в общем-то, с моей точки зрения, ответ он содержится в самом вопросе. В принципе, любому нормальному правительству, по-человеку нормальному, война не нужна. Но здесь же было очень четко и правильно сформулировано, что украинское правительство просто не умеет управлять. То есть это люди, которые пришли не управлять, а грабить. А вот в условиях, когда вы хотите что-то украсть, и вам надо отвлечь внимание населения от своей деятельности, вот в этих условиях война очень даже полезна, потому что когда у вас спрашивают, а почему люди так плохо живут, вы отвечаете, так война же. Кстати, одна из версий вот этого убийства Павла Шеремета была следующая, что, видно, несчастный Павел случайно узнал некую компрометирующую информацию, связанную с недлаговидной деятельностью коррупции или каких-то махинаций финансовых. И он мог от этого пострадать. Это, может быть, такая фантастическая версия, но мы просто здесь не очень понимаем, хотел, кажется, об этом спросить вас, насколько вот такие темы, как внутренние разборки за имущество, они вообще, за собственность и вообще разборки, они присутствуют в медийном поле Украины? Знаете, я самый старый больной человек, и от таких предположений могу рассыпаться прямо на глазах. Конечно, но в медийном поле Украины постоянно присутствует проблема борьбы с коррупцией, проблема того, что один украл одно, а второй украл другое, атлетик готовится обокрасть их обоих. Значит, но за это там не убивают, тем более журналистов, потому что что Павел мог такое озвучить, чего бы не озвучивали другие люди? Что у Порошенко есть там какие-то офшоры? Так Порошенко говорит, да, есть, но они слепые. Можно подумать, на Украине большой процент населения понимает, чем слепые офшоры отличаются от зрячих, да? Или что там Порошенко в офшорах делает? Они просто знают, что офшор это плохо. Больше ничего. Ну и все. Ну сказали, что у Порошенко есть офшоры. А два с половиной года орут, что Порошенковская фабрика работает и платит налоги в России, и он собирается строить здесь еще то ли одну, то ли десять новых. И опять-таки здесь работают, здесь платит налоги. И что, это мешает Порошенко? Да там уже олигархов, полуолигархов, недоолигархов, у него проходящих разоблачали в течение двадцати лет каждого по двадцать раз в год. И никому от этого не было ни холодно, ни жарко, потому что, ну, походили какие-то люди, повозмущались там, пописали там что-то в газетах, погрели на телевидении. Кто-то посидел дома, поохал и сказал, ну, ты смотри, как грабят. И подумал, жаль, что не я. Ну и все, на этом же дело заканчивается. Опять-таки Януковича же убрали не потому, что он грабил, а потому, что он не подписал соглашение об ассоциации. И Порошенко же пришел к власть не потому, что он честный. Более того, когда, например, Тимошенко была вначале премьером у Ющенко, а потом лидером одной из крупнейших, даже крупнейшей фракции в парламенте, да. Значит, Виктор Андреевич, с которым она воевала, озаботился тем, чтобы пресса получила на нее весь компромат. Ну и что? Все сторонники Юлии Владимировны, которых тогда был вагон и маленькая тележка, она собирала от 25 до 35% голосов на выборах со своей партией. Они говорили, да, воровка. Но она же наша воровка. Поэтому за это не убивают на Украине. На Украине могли бы убить, если бы Шеремет приватизировал бы комплекс предприятий, который хотел приватизировать Коломойский или Ахметов, или еще кто-то. За это, да, могли бы убить. А если он что-то там знает и может написать, за это даже денег бы ему не заплатили, чтобы он ничего не говорил. Сказали бы, ну иди говори ради бога, пиши, сколько хочешь. Мы скажем, что этого не было. Еще подадим на тебя в суд и выиграем процесс. Посадим всех. Да, таких как Шеремет, это точно так же, как Гангадзе. Их убивают исключительно с провокационной целью, для того, чтобы возложить ответственность на власть. Все. Почему я и говорю, что казус Шеремета, это как раз свидетельство того, что подготовленный, давно подготовленный переворот против Порошенко начинает вступать в активную фазу. Сумеет он его подавить в зародыши или не сумеет? Скорее всего, не сумеет, но в принципе шанс у него есть. Сумеет, повезет, ну, значит, повезло. Значит, отложит свою судьбу еще там на пару-тройку или на 4-5 месяцев. Не сумеет, они его добьют прямо сейчас, может быть, еще даже раньше октября. Хотя еще бы месяц-два назад я бы вам сказал, что переворот надо ждать в октябре месяце, как раз когда они требовали начала досрочных выборов. Только станет абсолютно понятно, что сроки, в которые они укладывали выборы, свои досрочные, к которым они готовились и шли, эти сроки полностью сломаны. В этот момент, да, можно проводить переворот с точки зрения внутренних раскладов. И в это же время удачно сходятся внешнеполитические звезды. Потому что в октябре месяце стартует активная фаза американской президентской кампании. Все, уже никто ничем не занимается, кроме президентских выборов. И следующая администрация приходит только, по сути дела, в феврале, а нормально, активно начнет работать в марте. Кураторы ими не занимаются в этот период? Да, кураторы ими часто не очень занимаются. Но просто вообще, чего бы они ни натворили, на них никто, даже если обратят внимание, сделать ничего не смогут, не успеют, потому что американская политическая машина будет в значительной степени парализована. Поэтому у них есть время не только убрать Порошенко, но еще и поделить его наследство. Я хочу поинтересоваться, у нас Ижевск еще на проводе? На проводе, на проводе. Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос, представьтесь. Последнее время, добрый вечер, Арстиславов. В последнее время в средствах массовой информации появились сообщения о введении военного положения на Украине, называется дата 1 августа. Данные сообщения были и на русской весне, и на других. Мы говорили сегодня об этом уже, да. Да, вот, и просто интересно ваше отношение к этому, к этой информации, насколько она правдоподобна, в общем-то, и имеет ли она очень смысл. Значит, с точки зрения технической, введение военного положения ничего Украине как государству не дает и ничего не убирает. Потому что, если можно было начать войну с применением бронетехники тяжелой, артиллерии, авиации, без введения военного положения, и после этого провести семь мобилизаций, то что добавит военное положение? Абсолютно ничего. С точки зрения ангрипполитических раскладов, я уже говорил, введение военного положения, во-первых, если Порошенко сможет контролировать силовиков, дает ему возможность под шумок военного положения задавить своих оппонентов, потому что этот практически вводит и военную цензуру над прессой, официально совершенно, и можно будет зашить рты тем, кто много говорит. Значит, это позволяет совершенно с других позиций подходить к политическим оппонентам, их тут же можно обвинять в подробной деятельности в условиях военного положения и так далее. Если же Порошенко контролирует силовиков, недостаточно, на это очень похоже. И кроме того, о необходимости военного положения все-таки заявил Турчинов, который всегда играл собственную игру. Так вот, в таком варианте военное положение практически делает Турчинова неформальным диктатором Украины, потому что значительная часть полномочий по управлению силовиками, в соответствии с изменениями, которые были внесены в законодательство, председательство, дай вухвайенси, не то в 15-м, не то во второй половине 14-го года, как раз сосредоточивается в руках секретаря Совбеза, которым сейчас работает Турчинов. И в таком случае введение военного положения может как раз и оказаться фактически, ну, по сути дела, легитимным военным переворотом, когда закон вроде бы и не нарушен, а власть совершенно спокойно перетекла из одних рук в другие, и никто этого и не заметил. А введут они его до 1 августа, или введут они его до 1 сентября, или не введут вообще, тайна сия велика, есть, потому что это проблема внутренней борьбы, внутриполитической борьбы. А внутриполитическая борьба на Украине сейчас оплачивается жизнью борющихся, потому что проигравший Порошенко совсем не обязательно выживет, и его проигравшие оппоненты тоже совсем не обязательно успеют удрать. Поэтому бороться они будут всерьез, в том числе и по вопросу о введении, не введении военного положения. Во всяком случае, опять-таки, с моей точки зрения, Порошенко, как верховный главнокомандующий, и сейчас обладает достаточным объемом полномочий ему введение военного положения, ну, некоторые позиции его улучшает, но не настолько, насколько оно укрепляет позиции Турчинова, который может сыграть на стороне его оппонентов. Я хочу вернуться к звонку, который был из Ровно, и вот от Марины, если я не ошибаюсь. Да, Марина. Да, она сказала, а у нас все спокойно. Ну, может быть, в Ровно все спокойно, все тихо, люди не интересуются, не смотрят телевизор, стараются, во всяком случае. Их война это вроде как не касается, вроде как. А с другой стороны, есть другие регионы, та же Одесса, которая, ну, там задавлена, да, люди там живут своей жизнью, особая территория. Но там тоже идет борьба за этот завод несчастный, за контроль над портом, там Саакашвили борется с кем-то, непонятно. Автомобиль у него тут украли, какая жалость. И получается, что в разных регионах люди живут разными жизнями. И пытаются уйти, вроде как, в частную жизнь, пытаются выживать. Но вот этот градус понимания, куда, собственно, мы идем, он же никуда не денется. Люди есть люди, они должны понимать, что их ждет. Это вызывает либо такую общую уныние и подавленность, уехать из этой страны, там, куда, куда, куда тебе разрешат, или куда ты сможешь, или продолжать здесь как-то существовать, приспосабливаться. И перспективы-то особой нет. Но если давить на эту массу многомиллионную, ну, сколько можно давить, наши все зрители удивляются. А как же вот люди не сопротивляются? Ну, там, собственно, никто не... Уже задавлены все настолько, что никто не сопротивляется. Но все со своей фигой в кармане все равно живут. Но рано или поздно это взорвется. Дай им возможность, и это произойдет. Будет ли то выборы какие-нибудь якобы легальные, а может быть, военный переворот спровоцирует что-нибудь. Многие боятся, что ситуация пойдет в разнос? Ну, во-первых, не все живут с фигой в кармане. А большинство действительно живет. По принципу, у нас все тихо. Потому что даже когда, скажем, в Киеве вовсю разворачивался Майдан, то в трех кварталах от него было все тихо, и люди все совершенно спокойно сидели, гуляли, кофе пили. И никого не интересовало, что происходит в полутора кварталах. И точно так же и сейчас, не только в Ровном, но и в Киеве в основном все тихо. За пределами правительственного квартала или за пределами каких-нибудь там очередных разборок между двумя бандами, выясняющими, кому кого грабить. Но так такие разборки занимают пространство в 500 квадратных метров. Киев все-таки многомиллионный город, занимающий огромную территорию. Большая часть населения считает, что все тихо, все спокойно. Даже рост преступности сейчас, по сравнению с 2015 годом, по сути дела, в два раза. При падении раскрываемости в два-три раза. И то большинство киевлян не отмечает, потому что с преступностью-то вы сталкиваетесь, когда вас ограбили. А вы же понимаете, что рост преступности в три раза, если там раньше ограбили одного из тысяч, а сейчас, говорит, или из десяти тысяч, сейчас грабят двух или трех, или даже четырех, то все остальные все равно этого не замечают. И вы же не ведете статистику криминальных сообщений и так далее. И в той же Ай-10 у них, а более того, даже в Донецке все тихо. В Донецке есть прекрасные центральные районы, где все тихо, люди все спокойно сняют в ресторанах, занимаются своими делами, ходят на работу. У них все тихо, до снаряда не залетают. И даже сами жители Донецка любят периодически размещать в социальных сетях фотографии. Это красиво, цветущего города. И подчеркивает, что, несмотря на то, что идет война, у нас все нормально, все тихо. Поэтому, смотря, как далеко от эпицентра событий вы находитесь. Ну, люди есть люди, да, это понятно. А что касается взрыва, так взрыв же тоже не происходит, потому что 30 миллионов в один прекрасный день почувствовали, что им не в моготу, и одновременно вышли на улицу. Такого просто не бывает. Просто когда политические оппоненты государственной власти видят, что власть лишается или лишилась поддержки подавляющего большинства населения, что ее откровенно ненавидят, что у власти нет опоры не только ни на одну серьезную социальную группу или политическую, но даже нет собственной политической партии, по сути дела, что власти оппонирует как минимум половину силовых структур, что ей оппонирует практически весь статусный политик, и так далее, то политикам становится понятно, что эта власть провисла. А если они еще видят, что те же самые американцы и европейцы, которые раньше считали, что Порошенко это стабильность, какая-никакая, и поэтому его надо сохранять любой ценой, сейчас и в Порошенко, и в Украине, и в возможности сохранить на Украине стабильность, разочаровались, им по большому счету плевать, что там будет. Убьют Порошенко, не убьют Порошенко. Это неферентно. Будет кто-то вместо Порошенко, или там будет 10 государств, или там будет сотня махновских банд, или еще что-то. Ради бога. Когда будет новая ситуация, тогда новую ситуацию будем вписывать в свои интересы. В конце концов, в Сирии гражданская война и махновщина, в Ливии война и махновщина, за что Соединенным Штатам от этого хуже? В Европе хуже, Соединенным Штатам нет. Да, в Европе хуже. Поэтому особенно переживать по этому поводу они не будут. В них стояла одна задача. Дотянуть стабильность до своих выборов. Сейчас они видят, они же тоже не глупые люди, они видят, что их усилий для этого не хватает. Возможно, Порошенко додержится там до октября-ноября, и выборы пройдут нормально в Соединенных Штатах, то есть украинский фактор на них влиять не будет. А может быть и не додержится. Но Соединенные Штаты на это уже никак повлиять не могут. Они могут только изменившиеся обстоятельства пытаться вписывать в свои, в данный момент уже внутренние политические интересы, а внешней политикой будет заниматься следующая администрация. Или Трамп, или Клинтон. Посмотрим, кто там будет. Поэтому действующие украинские политики просто понимают, что сейчас можно свергнуть Порошенко, вам за это ничего не будет. А почему они заинтересованы в том, чтобы Порошенко свергнуть? Потому что мы же неоднократно говорили, что ресурс на Украине уже при свержении Януковича был почти исчерпан внутренний. Сейчас его вообще нету, потому что остатки экономики неблагополучно уничтожили. Нет экономики, нет налоговых поступлений. МВФ кредиты давать давным-давно перестал. Все остальные, по сути дела, тоже ничего не дают. Если какая-то копеечка перепадает, то, извините, это только чтобы где-нибудь магазин на Тверской открыть, этого хватит. А государство содержать, ну уж никак не хватит. Поэтому вот этот президентский пост, он становится гарантией не только политического, но в первую очередь финансово-экономического выживания. Потому что он позволяет, во-первых, контролировать остатки вот этого украинского ресурса единолично. Почему Порошенко активно боролся с Яценюком? Потому что Яценюк пытался с ним разделить контроль над ресурсом, а хватало только на одного. А во-вторых, поскольку уже начинает не хватать и на одного, президентский пост позволяет раскулачивать свою пользу всех окружающих. Вначале оппонентов, потом дальних друзей, потом ближних друзей. Ну и так до тех пор, пока они все там не закончатся. И поэтому, естественно, даже для того, чтобы просто сохранить себя, любому украинскому политику, любому украинскому олигарху, необходимо забраться на место Порошенко. А то, что в случае свержения Порошенко за ним моментально посыпется Украина, потому что легитимировать следующего президента уже будет невозможно. Его, скорее всего, невозможно будет даже избрать. Очень малая вероятность, что удастся организовать очередные досрочные президентские выборы на всей территории, даже оставшиеся под контролем Киева пока что Украины. Это до них просто не доходит, потому что они живут в своем виртуальном мире. Они действительно считают, что, в общем-то, все нормально, почти ничего не поменялось. После переворота стало даже немножко лучше, потому что можно меньше считаться с населением. А если кто-то там возмущается, против него можно послать нацистских боевиков. Поэтому они действительно считают, что можно свернуть Порошенко, залезть на его место, и все у меня будет хорошо. Вот, собственно, ситуация, которая раздражена на Украине. То есть, если на Украине будут происходить какие-то квази-революционные события, то это будет верхушечный переворот с использованием в качестве ударной силы нацистских боевиков. Соответственно, вот эту вот нацистскую массовку, это в очередной раз усилит, сделает ее еще мощнее. Первый раз ее усилил первый переворот, это ее еще усилит дополнительно. Это ослабит олигархическую составляющую. И дальше просто быстро или медленно, с громкой стрельбой, или с тихонечким выталкиванием из страны и посадками в тюрьму. Но нации просто будут превращать нацию олигархическую республику в чисто нацистскую. Сценарий такой тяжелый, тяжелый. А что такое нацистская республика, мы можем себе представить. Хотя... Ну, а что, у нас есть пример 1936-1945-й, Германия. Восемь лет. У нас звонок из Москвы. Пожалуйста, мы вас слушаем и представьтесь. Ваш вопрос. Добрый вечер. Да, добрый вечер, да. Меня зовут Владимир. Я из Лисичанска, хотя последние два года живу в Москве. Лисичанск, Ростислав знает, это Луганская область. Сегодня Порошенко... Вопрос мой. Сегодня Порошенко озвучил, точнее поздравил жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного со второй годовщиной освобождения. Я как раз уехал оттуда после этого освобождения. Почему? Потому что... Эту новость я узнал, кстати, извиняюсь, на газете, в газете Корреспондент. Они даже не додумались поменять фотографию сожженного дома, девятиэтажки, южной части этого города, где прямой наводкой били как раз по ижилому, там, где близко и даже и не было ни ополчения, никого. Скажите, Ростислав, на кого рассчитано вот это, я не знаю, это поздравление, если реально, реально те жители прекрасно на своей шкуре ощутили вот это освобождение? Если вы помните, 9 мая 2009 года произошло избиение нацистами ветеранов во Львове, которые шли возлагать цветы к памятникам на Лычаковском, по-моему, кладбище. Вот, да, и сразу после этого, в общем-то, власть, а при власти тогда был Янукович, спустила дело на тормозах, значит, и даже согласилась с нацистской версией, что не надо было ветеранам нацистов провоцировать, их бы и не били. Значит, вот тогда я говорил и писал о том, что Виктор Федорович в силу своей ограниченности просто не понимает, что работать надо со своим электоратом. Вот если бы ветераны бы избили бы нацистов немотивированно, то отмазывать ветеранов было бы в его пользу, потому что это его электорат, он бы его понял и поддержал. А отмазывать нацистов – это не в его пользу, потому что и свой электорат уйдет, и чужой не придет. Так вот, Порошенко как раз, как и вся эта бывшая оранжевая, сейчас коричневая массовка, они прекрасно понимают, что работать надо со своим электоратом. Вот на свой электорат заявления Порошенко и рассчитаны. Это им он говорит об освобождении, с ними он может обсуждать вопрос фильтрации жителей Донбасса после захвата территории ДНР, ЛНР. С ними он может рассуждать о том, надо там применять авиацию или не надо, много стреляет тяжелой артиллерии или мало, куда там она попадает или не попадает, кто в этом виноват. Им он может рассказывать о том, что два с половиной года Украина защищает Европу от российских азиатских орд. Им он может рассказывать, как он рассказывал два года назад, правда уже давно почему-то не слышно этих бравурных докладов, что у Путина уже закончилась армия, ФСБ, погранвойска, милиция, сейчас он где-то там ополченцев в Якутии набирает для того, чтобы на Украину посылать войну, продолжать и так далее. Это все, кстати, работа со своим электоратом. Это им он делает приятное. А то, что его не воспринимают там в России, в Донбассе, или даже то, что его не воспринимают антифашисты в Киеве, Порошенко абсолютно все равно. Он прекрасно понимает, что эти люди не только за него голосовать не будут, а при первой же возможности его повесят. Поэтому ему абсолютно плевать и на мое, и на ваше, и на наше мнение. Это часто спрашивают, почему так ведут себя украинские власти. Вот как раз поэтому ведут, потому что весь расчет на внутреннее потребление, которое делится на свой электорат и там чужой. Интересно, как они готовятся и вообще как освещают, хотя я могу догадаться, вот тот самый всеукраинский крестный ход, который идет сегодня и уже вошел на территорию Киевской области. В день крещения Руси 28-го ход придет в Киев или должен прийти. Угрозы самые страшные, вплоть до повесить, расстрелять, растерзать. Вроде бы мирные намерения. Украинская церковь православная пытается максимально миротворчески себя вести. Делает все в тяжелейших условиях. И такая звериная ненависть. Многие говорят, что, к сожалению, если они войдут, этот крестный ход войдет в Киев, то предотвратить беспорядки, так я мягко скажу, может быть и не удастся. Ну, я как раз думаю, что если крестный ход войдет в Киев, то беспорядки учинять будет уже поздно. Значит, и вот тогда как раз их, может быть, и удастся предотвратить. А что касается неадекватной реакции, то, ну, с моей точки зрения, здесь, в общем-то, тоже все понятно и прозрачно. Значит, все-таки большая часть прихожан канонической украинской православной церкви являются, мягко говоря, людьми, не симпатизирующими нынешнему режиму. Кто-то настроен против него радикально, кто-то оппонирует ему с более мягких позиций. Есть, конечно, часть и тех, кто его поддерживает. Но среди всех конфессий Украины именно прихожане канонической УПЦ наверное, наиболее, так сказать, антифашистски настроенная аудитория. Поэтому не столько даже власть, потому что для Порошенко, возможно, это был бы и хороший ход, если бы в Киеве собрался бы этот крестный ход, даже два, по сути, крестных хода из Святогорской и Почаевской лавр. И он мог бы опереться на большие массы антифашистов в своем противостоянии нации. Может быть, тогда бы ему даже удалось купировать госпереворот сейчас. А возможно, при определенном искусстве и силе воли, даже скорректировать государственную политику Украины. Хотя в это я уже не верю. Но именно по этой причине нацисты как раз и не могут допустить появления в Киеве масс православных антифашистов, по сути. Потому что если там сейчас некоторые украинские публицисты пишут, что в Киеве соберется полтора миллиона крестоходцев, то я, честно говоря, не особенно верю. Я думаю, что цифра завышена раза в четыре. Но даже 200 тысяч или 300 тысяч – это огромное число. На Майдане ни на первом, ни на втором никогда не было больше тысяч 20 человек. Это не мешало показывать толпу и говорить «посмотрите, нас миллионы». И люди верили. Более того, до сих пор люди совершенно антифашистски настроенные. Здесь, в Москве, которые никогда не поддерживали ни Ющенко, ни Порошенко, государственный переоборот, когда видят эти кадры, говорят, не, ну, конечно, может быть, не миллион, но тысяч пятьсот есть. Потому что толпа, показанная телекамерой, всегда производит чуть большее впечатление. Представьте себе, что такое 200-300 тысяч. Вообще можно выглядеть, у нас здесь миллиарды. И это просто размоет всех этих нацистских активистов, которые сейчас собраны в Киеве, потому что их там тоже не так много. Ну, тысяч десять может есть, а может быть и меньше. Значит, и это как раз покажет, что на Украине есть альтернативная сила, пусть она не политическая, но если можно собрать людей на крестных ходах, можно собрать и на другое мероприятие. Значит, поэтому нацисты ни в коем случае не могут допустить появление этих людей в Киеве. Если они допустят появление их там, то это будет начало обрушения уже не Порошенко, а начало обрушения всего режима. Потому что это будет показать на то, что огромное количество людей может совершенно спокойно собраться в столице, да, и демонстрировать, в общем-то, совершенно альтернативную линию той, которая проводится нынешними властями. Значит, поэтому как раз, поэтому, собственно, идет запугивание. Поэтому были попытки блокировать его. И именно поэтому я считаю, что самая большая опасность будет поджидать крестные ходы как раз примерно за, вот в последние сутки двое перед их приходом в Киев. Потому что это будет критический момент, когда станет понятно, если их не остановить сейчас, то они войдут. А если они войдут, то останавливать их будет уже, в общем-то, поздно, потому что кровавая баня на улицах Киева, значит, там, где сосредоточено и посольство, там и так далее, это не самая лучшая реклама даже для самых отмороженных нацистов. Поэтому вот я думаю, что какие-то силовые акции, да, по отношению к этому крестному ходу, если удастся собрать достаточное количество боевиков и организовать их, они могут проводиться в течение вот от нулевой отметки, да, когда они пересекают границу Киева, и до отметки в 48 часов перед этим. То есть последние 48 часов, когда крестный ход будет приближаться к Киеву. И, кстати, вы же видите, что по мере того, как он приближается к столице, истерия в рядах украинских нацистов растет, выплескивается в СМИ, угрозы становятся все более радикальными, там и так далее. Единственное, что может сейчас предотвратить самые трагические последствия, это то, что просто не удастся собрать достаточно большого количества, достаточно отмороженных боевиков, или просто в силу, в общем-то, общей неадекватности сейчас украинских руководителей от первого ранга и до самого последнего сонтника Парасюка, что они просто не сумеют их должным образом организовать, потому что они еще те организаторы. Организовать провокации – это не мелочь по карманам тылить. Но вот это, в общем-то, может каким-то образом спасти ситуацию, иначе можно ожидать самых неприятных последствий. Это, в общем-то, для них подобный крестный ход – это значительно хуже, чем если бы на Киев сейчас наступала армия ДНР или даже армия России. Потому что там хоть можно кричать о внешней агрессии. А здесь это конкретно свои украинские граждане, мирные люди, совершенно с этим мирным мероприятием, в поддержку мира. Но это нож под пятое ребро нынешнему режиму. Более того, по некоторым сообщениям в рядах крестоходцев, как вы сказали, тех, кто участник крестного хода, есть и те, кто, ну, как это сказать, честно исполнял свой долг в АТО. То есть их призвали, они там были. То есть эти люди видели смерть, и они себя могут повести по-разному. То есть неизвестно, чем это еще кончится. То есть это не маргиналы, которые идут, там бабушки и дедушки, там всю штуку там может произойти. Ну, во-первых, бабушки и дедушки тоже не маргиналы. А во-вторых, что касается там, был в АТО, не был в АТО, видел смерть, не видел смерть. Вопрос, не видел ли ты смерти, есть ли у тебя оружие. Если против тебя выступает вооруженная банда, то видение смерти тебе мало чем поможет, если у тебя в руках нет оружия и возможности его применить против своих вооруженных. Ну, кристаховцы точно нет оружия. Так я об этом и говорю, что поскольку у них нет оружия, то если против них выступят вооруженные нацисты, то от того, что в их рядах там есть хоть герои Афганистана, им самым это мало поможет. Ну, помним по Крыму, когда... Я имею в виду, Крым, это первые дни после переворота, когда там творилось безобразие, когда фактически чуть-чуть не расстреляли этот автобусный кортеж. Много там погибло народу. У нас звонок, наверное, завершающий в нашей сегодняшней программе из Москвы, насколько мне подсказывают редакторы. Слушаем вас, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. У меня вопрос такой к Ростиславу. Ведь для войны нужны три вещи. Деньги, еще раз деньги и опять деньги. Где же они тогда берут, если им не ВВФ дают, не американцы, нигде экономики нету. Где же они берут эти деньги на войну? Ну, вы просто, кстати, процитировали расхожую фразу, да? Да, но от того, что она широко перепубликовывается в интернете, еще не значит, что она соответствует действительности. Хотя бы потому, что если вы вспомните гражданскую войну на территории России в 1918-1920-1920 в некоторых регионах до 1922-1925 годов, то денег не было ни у кого. Ни у красных, ни у белых, ни тем более у зеленых. А как прекрасно воевали. На подножном корму абсолютно воевали и старыми запасами вооружений, которые создал для них еще преступный царский режим. В Сомали гражданская война без всяких денег. Там денег давно уже забыли, как они выглядят. Идет уже лет 60, если не больше. И тоже прекрасно себя воюют, и никто им денег не дает. Там на месте все находят. И даже, кстати, когда-то пытались, то ли они, то ли такие же, как они, нищие суданцы, которые тоже вели до этого лет 10 гражданскую войну, закупить достаточно большую партию достаточно дорогих украинских танков. Там судно где-то на рейне Сомали перехватили с этими самыми танками. То есть, когда у вас есть автомат, деньги вы найдете. Вот с деньгами вы не обязательно найдете автомат. А чем больше у вас автоматов, тем больше вы найдете денег. Можете мне поверить, что человек с автоматом умрет последним, а человек без автомата первым. То есть, до тех пор, пока есть на Украине запасы советского оружия, запасы постоянно производимой еды, до тех пор, пока там хоть как-то работает инфраструктура, и до тех пор, пока там не централизованная более или менее власть, война будет продолжаться. Более того, ведь они же сейчас, по сути дела, уничтожат экономику и создав на пустом месте массы безработных, которым некуда деваться, они создали прекрасный самый мобилизационный резерв для армии. Потому что ты можешь, конечно, идти куда хочешь, но кормить тебя будут только в армии. Поэтому проблем с пушечным мясом у них не будет еще очень долго. Но при этом есть еще и так называемые националистические батальоны, есть нацгвардия, которую внезапно мобилизовали, отправили в зону АТО для обкатки, и сразу начались боевые действия. Почему-то не только обстрелы. Накануне саммита в НАТО была разведка боем, и там достаточно значительный по масштабам небольшой участок фронта контингент вошел в эту зону. Там была бронетехника, там были большие потери, кстати. Ну, накануне, это, по-моему, недели за две. Это не накануне. Ну, две недели, да. Накануне, это то, что происходит за 2-12 часов, максимум за 24. Это еще, кстати, будет в новостях и в обсуждении на столе саммита. А то, что происходило раньше, это не накануне. Это до того, как, но не накануне. Ну, за разведкой боем, возможно, так ставился вопрос. Как они это называют, кстати? Нет, там же действительно находится большое количество, во-первых, совершенно отмороженных нацистов, которым периодически хочется повоевать. Во-вторых, даже с точки зрения поддержания хоть какой-то дисциплины, армия не может находиться постоянно в окопах и не воевать. Периодически надо устраивать маленькие всляски. Поэтому это не первая, не последняя, не предпоследняя так называемая разведка боем. Там вот до этого были такие же провокации. Кстати, наиболее интенсивные бои, насколько я помню, велись месяца 2-3 назад в районе Синоватской развязки, по-моему. Там не было никакого к тому времени ни саммита НАТО, ни вообще никакого саммита. Просто вот надо было немножко, так сказать, привести в чувство собственную армию. Ну, а может, если повезет, еще там метров 100 территории отжать. Ну, вот и начали воевать. Я же говорю, Киеву что, пушечное мясо жалко, он новое наберет. Убьют, ради бога, у них еще есть. Поэтому ему для поддержания определенного боевого духа армии, для поддержания определенной напряженности в тылу, для создания определенной информационной картинки, причем не столько для внешнего, потому что снаружи все все прекрасно знают, сколько для внутреннего употребления. Ему подобного рода мелкие стычки, в общем-то, нужны, и он постоянно ее будет организовывать. Ну, вот мы упомянули, что для внутреннего употребления информации, или сведений, или репортажей, которые делаются, такое впечатление, что у них, в Украине, все делается на внутреннем рынке. Репортажей из зоны АТО, спровоцированная активность, провокации с убийствами известных людей, значит, демонстрации вот на этом пятачке, где все мы уже знаем наизусть, как это все выглядит. Иногда весьма экстравагантные люди приходят, что для нас несколько странно, вроде бы там политическая борьба идет, а там, значит, какие-то клоуны, в какие-то размалеванные, с непонятными там аксессуарами выступают. Все это отвлекает, и получается, твое впечатление складывается, что есть регуляторы, которые каждой сопленной периодичностью вбрасывают вот в это массовое сознание на Украине какую-нибудь глупость, которая отвлекает, занимает, что-то усиливает, в лучшем случае консолидирует, но хотя бы отвлекает. Ну, в принципе, такое поведение населения характерно для всех третистепенных государств с амбициями. Если вы посмотрите на Мексику, да, то едва ли не каждый второй мексиканец мечтает сбежать в Соединенные Штаты. При этом каждый мексиканец с рождения знает, что гринго мерзавцы, и все плохое в мире происходит из-за гринго. То же самое на Украине. Едва ли не каждый второй украинец мечтает сбежать, скорее всего, даже три четверти мечтают сбежать за пределы страны. Из них примерно половина в Россию, да. Но при этом большая часть мечтающих сбежать определенно скажет, что все, что происходит в этом мире плохого, происходит из-за России. Потому что, ну, может быть, это и сложно понять российской аудитории, но на самом деле население государства, которое обладает большими амбициями, но не обладает возможностями для реализации глобальной политики, да, для участия, значит, во всех проблемах всей планеты, оно в основном концентрируется, во-первых, на себе, и, во-вторых, на каком-нибудь крупном соседе, который мешает ему развиваться. Вот из-за этого соседа все плохое, а внутри у нас все хорошее. Вот, в общем, таким же образом, причем совершенно естественно ведет себя население Украины. Оно по-другому вести себя и не может. Надо либо быть там очень маленькой какой-нибудь страной вроде Андорры или Сан-Марина, да, когда вас беспокоят только цены на урожай соседнего виноградника и количество туристов, которые в этом году к вам приедут. А все остальное вас вообще не касается, вы даже не знаете, с кем вы граничите, потому что вам на это глубоко наплевать. Либо надо быть страной масштаба России, Китая, Соединенных Штатов, ну, там, на худой конец Индии или Бразилии. А вот именно в таких, я уже сказал, третьестепенных государствах, там и рождают. Там происходит когнитивный диссонанс между завышенными амбициями и возможностями их удовлетворения. И в силу этого происходит такая концентрация на буквально каких-то двух этих самых точках внутренней и внешней. И люди даже не замечают полнейшего, кстати, абсурда своих заявлений. И ведь уже неоднократно отмечалось, что если вы просто прочтете материалы, хоть официальные пропагандистские украинские, хоть материалы социальных сетей, то вы обнаружите, что они воспринимают, допустим, Путина и Россию, с одной стороны, как совершенно всемогущее божество, которое сможет все. Вот Меркель сказала, что то, что не нравится украинцам, Путин заставил. Там Обама что-то не то сделала, значит, это Путин его задавил. А с другой стороны, это какие-то слабые, абсолютно ничтожные элементы, потому что, значит, они тут же говорят, что вот сейчас там Запад заставит Путина сделать приятно Украине. Сейчас Россия развалится под санкциями. При этом это может соседствовать в двух предложениях, и они даже не замечают противоречия в своих собственных логических рассуждениях, потому что это уже, кстати, определенная структура, определенная организация психики, с этим ничего не поделаешь. Это вызывает, к сожалению, только жалость и печаль. Но так оно и есть. Но тем не менее, вот мы часть программы, пусть небольшую, но тем не менее посвятили теме вот этого крестного хода, который идет, и на день, когда наша церковь вообще будет отмечать День Святого Владимира, Крещение Руси, надеюсь, он пройдет на многострадальной украинской земле спокойно и достойно. Ну, спокойно он уже не прошел. Надеемся, что он, по крайней мере, пройдет без каких-то особых потрясений. Да, ну, во всяком случае, в русской церкви каждый день во всех церквах молятся об Украине, сугубая молитва существует. Ну, да уж, пусть что будет. Я надеюсь, что эти события не послужат поводом для крупных комментариев с оценкой того, что там будет происходить. Мы не нагнетаем специально, мы просто рассуждали и предлагали различные ракурсы, что ли, взглянуть на это. Но готовиться нужно к разному. Спасибо, Марсислав, за этот разговор и вам, уважаемые зрители, за активность, которую вы сегодня проявили, и ваши звонки. Надеюсь, встретиться с вами вновь и следим за вашими комментариями, которые публикуете в разных источниках, в том числе на «России сегодня» в частности. Спасибо. Спасибо вам. На этом мы завершаем очередной выпуск нашей программы «Украинский вопрос». Он будет стоять еще долго, но я думаю, что на наш век хватит. В том или ином ракурсе мы будем рассказывать о том, что происходит на земле, где живет, ну, минимум 40 миллионов наших, ну, можно так сказать, соотечественников. Отечество у нас одно. Все мы вышли из одной киевской купели. Крещенской купели херсонельской, украинской, ну, в общем, из Киева. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok